МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. В студии работает Гульнур Жакен. Сегодня в программе. В Караганде задержали извращенца над подростками. 34-летний мужчина угрожал подросткам, заставлял их снимать фото и видео интимного характера и отсылать ему через Ватсап. Чтение на открытом воздухе. Вот уже третий год в Караганде проходит необычная акция, где абсолютно любой желающий смог прочитать любимую литературу. В Карагандинской области нужно развивать малый и средний бизнес. При этом привлекать в предпринимательство уязвимые слои населения. То есть давать возможность получить кредит под низкий процент и поддержку государства людям с ограниченными возможностями, многодетным материам и молодежи. Также нужно уделять больше внимания казахстанскому содержанию и улучшению туристического направления. Такие поручения чиновникам дал заместитель Акима области Ануар Ахмеджанов. Чтобы гранты мы прежде всего дали тем слоям, которые не могут рассчитывать на стандартные виды поддержки в виде кредитов и так далее. Получить поддержку государства и кредит для развития бизнеса под низкий процент сегодня реально не только для здоровых граждан, но и для людей с ограниченными возможностями. Ведь для этого достаточно обратиться в Национальный фонд дому или Палату предпринимателей со своей идеей. Дальше специалисты помогут вам оформить все необходимые документы. И вот вы уже бизнесмен. В 2015 году такой помощью воспользовались 117 человек. Они получили кредиты на сумму около 10 миллиардов тенге. В доход бюджета поступило 13,6 миллиардов тенге налоговых платежей, в том числе в 2015 году 200 миллионов тенге. Экономическая активность предпринимателей полезна не только самим бизнесменам, но и государству. Но при этом не стоит забывать о казахстанском содержании. Граждане должны не просто видеть на прилавках эти товары, но и покупать их. А достичь этого можно лишь высоким качеством и доступными ценами. Ещё одно важное направление, затронутое на заседании коллеги управления предпринимательства, развитие казахстанского туризма. Эта отрасль, к сожалению, у нас пока в тени. Подпортили имидж местных туроператоров две скандальные фирмы, которые обманули своих клиентов. Это «Фараон» и «Травл Систем». В связи с этим заместитель Акима области Ануар Ахмеджанов дал распоряжение провести разъяснительные работы с гражданами. То есть, людям не стоит бояться доверять нашим туристическим компаниям. Наша задача сегодня, первое, это, конечно же, на рынке туристических услуг контролировать эту ситуацию. То есть, если мы где-то заранее видим каких-то нерадивых или неспособных туристических агентов или туроператоров, мы должны своевременно информировать наше население. Таким образом, заместитель Акима области Ануар Ахмеджанов поручил чиновникам проработать потенциальный список будущих бизнесменов. Нужно искать людей с горящими глазами. Также продумать привлечение покупателей и улучшение бренда, сделанных в Казахстане. В августе Акима области планируется презентация документального фильма о туристическом потенциале нашего региона. Аймам Ринол Жасгабасов, Арман Артаев, Первый, Карагандинский. Статистика подростковой преступности в последние годы идет на снижение. Но проблем остается много. Об этом и многом другом говорилось на заседании постоянной комиссии по законности и правам граждан областного маслехата. В плановом заседании постоянной комиссии областного маслехата приняли участие заместитель Акима области Жандос Абишев, ректор Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза Еркара Аймагамбетов, ответственные работники прокуратуры ДВД области, руководители отделов образования, представители ДЧС области. Главный разговор шел о повышении эффективности работы по профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних. За последние несколько лет мы имеем стабильную тенденцию к снижению подростковой преступности. Так, за последние три года преступность снижена на 2,2%. Если в 2012 году мы имели 454, то в 2014 уже 444. По итогам только шести месяцев текущего года значительно на 44% сократилось количество преступлений. Делается немало, но до конца решить проблему безнадзорности и преступности в среде несовершеннолетних пока не удается. Есть ряд объективных и субъективных причин. Не удается добиться согласованной и целенаправленной работы с общественными и государственными структурами. Не доработана кадровая политика уполномоченных органов. Зачастую с подростками приходится выполнять работу сотрудникам, не имеющим ни опыта, ни психологической подготовки. Комиссии по защите прав несовершеннолетних порой осуществляют свою деятельность формально. Отсутствует системный подход к решению возложенных на комиссию задач. Отсюда и подростковая преступность имеет место быть. И ее снижение мало влияет на высокую опасность противоправных действий. Почти треть этих преступлений относится к категории тяжких и особо тяжких. Это убийства, развои и крови режима. Подавляющее большинство преступлений совершается ими с корыстной мотивацией. Доля имущественных преступлений не должны составлять более 70%. Наряду с общим снижением количества преступных посягательств на несовершеннолетних остается высоким и число совершенных в отношении их убийств, тяжких телесных повреждений. Многим подросткам просто необходима психолого-педагогическая помощь. То они на 30-40 тысяч в школу работать в качестве психологов не идут. Поэтому те психологи, те люди, которые более-менее работают у нас, 575 психологов и 346 социальных педагогов, как бы мы к их работе не относились, они сегодня работают. Поэтому мы сегодня ставим вопрос несколько по-другому. Мы говорим, что эти люди есть, других людей у нас нету, поэтому мы должны сегодня прежде всего работать для того, чтобы повышать их компетентность. На заседании также обсуждалась работа департамента по чрезвычайным ситуациям. Сергей Высокосов, Ужас Габасов, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Прервемся на короткую рекламу, а после продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Продолжаем выпуск. Осторожно, пожары. В нашей области в связи с жаркой погодой участились случаи возгорания лесных массивов. Так, за последнюю неделю на территории нашего региона зарегистрировано 2 лесных и 24 степных пожара. Жара в нашей области местами достигает 35-46 градусов. Осадков практически нет. Все это усиливает опасность возникновения пожаров. Так, за последние пару недель в департаменте по чрезвычайным ситуациям зарегистрировано около 26 возгораний. Наиболее крупные в Осокаровском и Бухаржираусском районах. Там горело около 2 гектаров леса. Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям призывают граждан быть крайне осторожными, ведь пламя может вспыхнуть в любой момент. Особую опасность несут старые дома, деревянные строения и сеновалы. Также нужно быть внимательными и со старой электропроводкой, а заодно и при ремонтных сварочных работах. Сотрудники пожаротушения в этот знойный период работают в усиленном режиме, но в связи с отдаленностью пожарных частей от сел и аулов не всегда удается успеть вовремя. Сейчас в департаменте по ЧАЭС планируется создание мини-постов в отдаленных районах. Такая положительная практика уже ведется в ряде других областей. На период высокой пожарной опасности введен запрет на посещение территории Государственного лесного фонда, физическим лицам, а также въезд транспортных средств. Обеспечены устройства радио, телефонной связью, привлекаемые для ликвидации пожаров силы и средства, в том числе ДПФ. В Караганде задержали извращенца над подростками. 34-летний мужчина угрожал подросткам, заставлял их снимать фото и видео интимного характера и отсылать ему через WhatsApp. Как сообщает пресс-служба Департамента внутренних дел, от родителей подростков поступили несколько заявлений о сексуальных домогательствах детям со стороны неизвестного. Родители принесли в качестве доказательств сотовые телефоны своих детей, в которых сохранилась переписка с ним. Для установления личности и местонахождения, а также задержания неизвестного, сотрудники полиции использовали новейшие высокие технологии, стоящие на вооружении в органах внутренних дел. Днём в центре города на одном из строящихся объектов сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ДВД области провели задержание мужчины. Задержанный работал на стройке охранником и в свободное время посвящал переписке с подростками, не вызывая подозрений у коллег по работе. Свои вины задержанный не отрицал, так как в момент задержания на его сотовый телефон поступали сообщения. На данный момент задержанный во дворе на изолятор временного содержания проводится до судебного расследования по статье 124, часть 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Чтение на открытом воздухе. Вот уже третий год в Караганде проходит необычная акция, где абсолютно любой желающий смог прочитать любимую литературу. Это романы о любви, детективы, фантастика, детская литература и журналы. В сквере около Вечного огня многолюдно здесь проходит акция «Литний читай город». Стольком и лавочком, где расположились интересные книги, приходят не только школьники и их родители, но и бабушки и дедушки. Так областная библиотека имени Гоголя стимулирует общественный интерес к чтению. Жители города Караганды могут прийти и почитать художественную литературу. Это классическая литература, русская, зарубежная. Это отраслевая литература, научная. В фонде «Летнего читай города» каждый нашел книгу по душе. Большое разнообразие романов о любви, детективы, фантастика, детская литература, журналы. Кроме того, жители города сами могли принести свои прочитанные книги в дар летнему читальному залу. И доступ к ним будет иметь любой желающий. «Сегодня я взял Маяковского, первый том. Я люблю его. Стихи читать. И в основном по вечерам телевизор надоедает уже. Приелся. А вот я смотрю и вечером читаю книги». Летний читай город будет работать до 1 сентября два раза в неделю по вторникам и четвергам с 11 часов утра до 16 часов вечера в сквере возле Вечного огня. Для читателей проводятся интересные конкурсы и познавательные викторины. Николай Кровец, Жаслан Макулбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В Департаменте внутренних дел Карагандинской области состоялась встреча с депутатами парламента Республики Казахстан. Обсуждался план развития нации, предложенный президентом страны «Сто шагов». В межсессионный период у депутатов мажориста парламента Республики Казахстан работа не прекращается. Они стараются как можно чаще встречаться с жителями своих округов, с государственными служащими, с предпринимателями. Вопросы, которые задаются на местах, дают повод для размышлений о правомерности тех или иных законодательных актов. Все они обрабатываются и выносятся по необходимости на обсуждение сессионных заседаний. В парламенте работают семь постоянных комиссий. Мы используем те наши знания и ту информацию, которую мы получаем на местах в законотворческом процессе. Это если в общем говорить, мы сегодня с аналогичной целью и приехали. В этот раз мажористмены встретились с полицейскими областями для обсуждения программы «Сто конкретных шагов» по реализации пяти институционных реформ главы государства Нурсултана Назарбаева. 15 первых шагов направлены на улучшение работы государственного аппарата и возможности делать карьеру госслужащим. Каждый неравнодушный казахстанец, интересующийся будущим Казахстана, знает эту программу, но еще он должен уметь ее толковать. Это важно полицейски, а не государственные люди. Если взять президентские «Сто шагов», то очень конкретные, более жесткие требования сегодня предъявляются и будут предъявляться полицией. Во-первых, полиция, ее работа видна. Уже в сентябре закон о государственной службе будет обсуждаться в мажористе парламента Республики Казахстан. В нем предусмотрено много новых положений профессионального государственного аппарата. Например, оценка труда по результатам, обязательное повышение квалификации один раз в три года. Весь комплекс изменений в законодательстве будет заслушан, дополнен и принят депутатами. А пока идет разъяснительная работа и выяснение отношения на местах к возможным изменениям в законодательстве о государственной службе. Сергей Высокозов, Айдын Хажакан, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Но сегодня... На сегодняшний день уже есть результаты. Так молодые люди, проходящие три месяца партийного тренинга, улучшают свои личностные качества и получают новые необходимые навыки. Они меняли место своей работы, трудоустраивались, находили точку роста в своей карьере. И буквально, если говорить на результатах, то в 2014 году по Карагандинской области 47 человек прошли тренинги молодежного кадрового резерва. Из них в республиканский резерв смогли стать 5 человек, а 27 человек смогли найти вновь свои новые рабочие места. Хочу, пользуясь случаем, обратиться к молодежи Карагандинской области и пригласить к участию в проекте молодежный кадровый резерв партии Нур-Отан и проект Сатта-Кадам «Путевка жизни», который также предусматривает трудоустройство молодежи в разных сферах Казахстана. В завершении еще об одном. 22 июля в ряде районов города и близлежащих поселках будет прекращена подача питьевой воды. Компания Караганды-Су предупреждает о ремонтно-восстановительных работах на водопроводных сетях и последующей дезинфекции. В связи с этим жителям Пришахтинска, Новостройки, поселков Финский, Узинка, ЖБИ, 2-го рудника, медсанчасти транспортного цеха, новой и старой Тихоновки нужно запастись двухдневным запасом источника жизни. Отключение ожидается в ночь с 21 по 22 июля. Во избежание отравления не рекомендуется использовать воду 23 июля, так как она будет с повышенной дозой хлора. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо, что были с нами. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 4206-49. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова